Последние два дня у меня они, блядь, ебать, какие активные, ребята. Я бегаю туда-сюда, оттуда пытаюсь деньги вытащить через банкоматы, блядь. Там, сука, лимиты, тут, сука, лимиты. Вы что понимали, у меня карту блокировали банки, Тинькофф и Альфа-банк. У меня блокировали карту за последний день раза 3-4. Потому что я деньги сейчас перевожу куда только возможно, блядь. На всякие крипто-кошельки, блядь, крипто-биржи, блядь. Просто все, нахуй, ввожу. Вот, пока все не заблокирую. Я пока еще, на самом деле, не бомж. Бомжом я стану через 3 дня. С 10-го числа, короче говоря. Я вот официально стану бомжом. А что 10-го? Блядь, вы что, сука, реально новости не читаете? Ну вы подпишитесь-то на мой паблик. Блядь, телеграм-канал. Визу и мастер-кард за границей блокируют для российских банков. Короче говоря, ну визу, мастер-кард за границей, за пределами России блокируют, короче говоря. То есть все вот эти вот свои банковские карты после 10-го числа я могу их нахуй просто выкидывать. Потому что здесь они не будут работать. Я не смогу ими оплачивать что-то. Я не смогу снимать наличку, например, да? То есть вчера, например, Тинькофф уже все. То есть Банков Америка, например, это банк. И там есть банкоматы, естественно. Через эти банкоматы я выводил наличку. Вчера мне уже пишут, типа, этот банк Тинькофф у нас здесь, типа, недоступен. Извините, мы не можем вам выдать наличные. Почему, кстати, непонятно, блядь. До этого все было хорошо. После 10-го числа ты сможешь переводить бабки на американские банки. Все равно ты просто снимать не сможешь. Лагода, ты что, дурак? Ты в курсе, что Путин подписал указ, скажем так, что теперь ты, гражданин России, не можешь делать международный перевод денег со своего счета на другой, скажем так, свой же счет другой страны. То есть я не могу сделать перевод, например, с Альфа-банка на свой банк в Америке. Я не могу сделать перевод сам себе. Вообще никак. Есть обходные пути, то есть я могу, например, перевести деньги своему другу, например, да, на счет Альфа-банка. И друг тогда мне переведет деньги на американский счет. Ну, то есть, вот так можно, да? Но, опять же, это свифт-перевод. А свифт-переводы сейчас, они тоже, по-моему, уже недоступны. Или будут недоступны. Ты можешь через обменник закинуть бабки. Блядь, Лагода, вот ты, сука, много въебываешься, много, блядь, пишешь, но по делу ноль. Ни один обменник, ребят, ни один обменник не переводит деньги в американские банки. Потому что это американские банки, блядь, все, наху, боятся сюда переводить бабло. Я, думаете, что я последние два дня делал, не стримил? Я искал, наху, обменники. Ноль. Нет обменников, которые бы, там, например, с российской карты перевели деньги на американскую. Их не существует. Нельзя просто взять и перевести деньги на американский счет. Нельзя, блядь. Все. Кидай мне все свои деньги, я тебе закину. Ага, расскажешь, блядь. Только если крипта, и то там тоже все сложно, блядь. Там надо... Вот эти вот биржи, крипто... Криптобиржи. Тут есть свои местные американские, но чтобы, блядь, там зарегаться, это надо, короче... Это пиздец, в общем. Есть вариант, который я нашел, но он такой, знаете, блядь, рискованный. Я сейчас, типа, перевожу деньги в криптовалюту, в USDT. В USDT, короче. Ну, вы знаете, есть такая валюта, криптовалюта. И через обменник. Да, можно вывезти в Америку, но там, типа, ты как? Ты берешь этот USDT, 10 тысяч долларов, вот этих вот криптодолларов, ты переводишь кому-то, и забираешь наличкой в Нью-Йорке, здесь, короче. То есть тебе дают адрес, куда ехать. Дают какой-то код. Какой код, блядь, непонятно. Ты приезжаешь куда-то, к какому-то человеку, говоришь ему этот код, и он тебе, блядь, в конверте отдает наличку. Вот. Короче, как закладка, но только, блядь, в долларах, нахуй. Вот. Такой есть вариант. Но там, чтобы вы понимали, минималка вывода 10 тысяч долларов. То есть меньше нельзя. От 10 тысяч и больше. О, скам. Но не совсем, потому что этот обменник, он имеет там 50 тысяч отзывов, и все положительные, и ноль негативных. Вот, поэтому, ну, как бы, хуй его знает. То есть там можно выбирать города, где ты хочешь получить наличку. Там Нью-Йорк, Лос-Анджелес, потом города Европы. Вот. И вся вот эта вот хуйня. Ну, как бы, конечно, я этому особо не доверяю, хуй знает, но вы знаете, у меня тоже нет особо выбора, блядь. Поэтому, возможно, придется попробовать воспользоваться. Ну, блядь, если заскамят, ребят, я этот обменник, нахуй. Я же его, блядь, ебать. Ребят, мы его затопчем, нахуй. Рейд, всем привет, ребят. С вами бомж. Американский бомж. Вот, скоро я останусь без денег. Вот, ну, как бы, да. Нет. Ну, как нет-то, блядь. Есть, конечно, в любом случае есть всякие пути, да, но это так неудобно. Это такие комиссии ебейшие, ребят. Лимиты постоянные. Комиссии, короче говоря, да, то есть до меня пока дойдет сумма, например, там, я перевожу тысячу долларов, ну, до меня дойдет 600. Это пиздец. Что забавно, кстати, все банки, нахуй, заблочили. Но, например, Киви, Киви-кошельки, Киви-карты за границей будут работать. Мастер-кард, Виза, Киви, все работает за границей. То есть на них санкции не распространяются. Просто, видимо, потому, что никто не в курсе, что вообще Киви существует. Потому что они не такие популярные, не такие известные. И про них просто забыли. Зря я, наверное, сейчас говорю, блядь, на такую большую аудиторию. Завтра новость, типа, а, Киви тоже надо захуярить. Вот, поэтому я... Как сейчас делаю? Я через Киви перевожу деньги на криптокошелек. И все. И, типа, пока все окей. Вот. Поэтому, кстати говоря, все ваши донаты до меня дойдут. Сейчас, получается, на самом деле, единственный способ мне заработать, это, собственно говоря, ваши донаты. Которые, да, я смогу через Киви выводить. Все нормально. Дизи, переведи. Что я Дизи-то переведу? Дурачок, блядь. Он американец, у него американский счет. Как я ему что переведу? Бля, короче, многие люди вообще не понимают, походу, не в курсе, чё и как с этими переводами. Особенно в Америку, блядь. А, Лагода, даже если они свои карты эти бинансы выпускают, я ее никак не получу. Я ее каким образом получу-то, блядь. Все пишут, типа, там, UnionPay будет. От Альфа-Банка, от Тинькова. Да, есть такая хуйня. Они собираются этот UnionPay делать. Карты Мир. Мир, UnionPay. Это, типа, карты, которые также будут работать по всему миру. Но только есть одна хуйня, ребят. Я как эту карту получу? Ну, физически, как? Никак, блядь. Я-то здесь, в Америке, а карты они делают там, в России. Вот. И доставкой, естественно, не получится. Потому что, чтобы эту карту мне сделали, мне надо лично прийти в офис, туда к ним, в банк, и ее оформить. Лично я должен прийти. Вот я с паспортом, да, и... Никак иначе. Виртуальную напишите? Да, виртуальная будет у меня. Но... Как я виртуальной картой сниму наличку через банкомат? Вот именно, что нет. Вот именно, что никак, блядь. Не сниму я деньги. Снять не смогу. Оплатить в магазине? Возможно, и то не во всех, потому что не везде принимается этот Apple Pay. NFC? О, ребят! Это вы в России живете уже в будущем. Обогнали Америку на несколько лет вперед. Это там у вас какие-то неебические, блядь, банкоматы стоят, которые, нахуй, по отпечатку глаза могут бабки снять. Здесь стоят банки, которым лет по 20, блядь. Здесь, чтобы вы понимали, нахуй, еще монетки принимают. Здесь этот NFC... Американцы об этом пока лишь только мечтают. Так что в этом в России, конечно, да. Не, ну, может быть, какие-то банкоматы здесь и есть, но это надо искать. И... И то, скорее всего, если тут есть NFC, NFC, ебаные, они принимают американские банковские карты, да? То есть вряд ли они какую-то русскую Union Pay, блядь, вот так вот по NFC пробьют. Я хз, я не знаю. Пиздец, короче, нахуй, блядь. Сука, блядь. В целом, окей, все как бы не настолько плохо. Вот, потому что я нормально успел там деньги вывести, мне хватит там на несколько месяцев. И я буду надеяться, что за эти несколько месяцев как-то все образуется, устаканится, вот, успокоится. Но... Нет у меня на это, конечно, какой-то даже надежды. Потому что у меня есть ощущение, что вся эта хуйня в Украине, вот эта вот война, она затянется на много лет. У меня есть ощущение, что это будет примерно как вот на Донбассе. Вот реально на 8 лет, блядь, и так далее. То есть, просто исходя на все, исходя из того, что я вижу, да, вот эти вот попытки как-то договориться, все эти переговоры, типа там договоренности. Одна сторона, что требует? Россия требует, чтобы Украина признала Крым, а Украина никогда этого не сделает, да, и как бы, соответственно, они никогда не смогут договориться. Что эти, что те, как бы, и все. Что, ебнулся? Еблан? Я предполагаю, долбоебы, блядь. Вот, поэтому, конечно, этого бы не хотелось. Естественно, я надеюсь, что все закончится через неделю. Я и пару недель назад, сколько это уже длится? Около двух недель, да? Думал, что ну ладно, может на пару дней? Ну ага, конечно, блядь, уже почти две недели. 12 дней. Вот. Поэтому, хотелось бы, конечно, чтобы это, блядь, все закончилось. Вы думаете, я что ли не хочу? Конечно хочу. Потому что это пиздец полный. Вообще, лютый. У Бена спроси. Да ну его нахуй, из-за него война началась. Я у него спрашиваю, я уже боюсь что-то. Ебанутый Бен. Ну потому что, ну реально. Ну ебать, доллар, 140, вы че, блядь. Пиздец. Это пиздец. Он как биткоин, я серьезно. Я вот сейчас бабки вывожу, как могу, блядь. Меня, я говорю, карту блокировали, карты, блядь. Что Альфа-банк, что Тинькофф постоянно. Там перевожу, все нормально, нормально, бах, блядь. Вот сейчас просто даже зачитаете сообщение, которые, смс-ки, которые мне приходят. Уважаемый клиент, по вашей карте выявлены сомнительные операции. Карта сблокирована. Я такой, блядь. Ну ладно бы, если бы это еще было просто, но им надо звонить, сука, доказывать, что ты, это ты, блядь. Кодовое слово. Они потом тебя допрашивают. А кто ты? А как тебя зовут? Год рождения. Откуда ты? Адрес там проживания. Где вы сейчас находитесь? А куда вы переводите деньги? А в каком количестве? А шо это такое, блядь? Вот. А куда это вы переводите? Вот. А шо это за такой сайт у вас? Вот буквально перед стримом тоже там перевел на одну биржу, криптобиржу. Говорю, ну вот это вот криптобиржа такая. А шо это за криптобиржа? Ну такая вот криптобиржа, блядь. А деньги вы переводите на свой, точнее аккаунт в этой криптобирже зарегистрирован на ваше имя? Я такой, ну, да? А что, блядь, на моего деда нахуй мертвого? Или на кого еще можно зарегистрировать аккаунт? Он такой, ох, хорошо, подождите минуточку, блядь. Включает музыку на фон, уходит куда-то на несколько секунд, опять возвращается, повторите, пожалуйста, то есть, на ваше имя, аккаунт на этой криптобирже. Я такой, ну, да? И знаете, там по несколько раз может один и тот же вопрос задавать. Это вообще пиздец. Ну, да? А, да? 777 рублей, которые ты еще не скоро получишь, F. Не-не-не-не, по поводу твитча, с подписок, я, вероятнее всего, тоже буду получать деньги, в отличие от некоторых. Потому что здесь в Америке у меня есть Paypal аккаунт, зарегистрированный, зарегистрированный в Америке. То есть, ну, на твиче же можно выбрать, пока что еще можно выбрать способ оплаты Paypal, вот, это единственный, скажем так, способ, который остался у российских стримеров. Я просто могу туда добавить этот Paypal и все. И все будет работать. Вот, и все будет выводить. Но, надеюсь, потому что пока непонятно, пока хуй его знают. Paypal такая хуйня, с ней очень тяжело. Туда тоже, если какая-то большая сумма прилетает, могут заблокировать счет, могут там опять спрашивать, допрашивать тебя, трахать в жопу, короче говоря. Вот, его уже блокнули. Не, Paypal заблокировали в России. Я говорю про Paypal, который здесь, в Америке. Тут-то он работает, здесь все нормально. Paypal забанили. Блядь, сука, что ж тупые-то такие-то? Господи, боже, блядь. Нет. Да как нет-то, если тупые? Я говорю, Paypal, который зарегистрирован в Америке, у тебя русский паспорт, Paypal забанил всех россиян, долбоеба ты кусок. Я тебе еще раз говорю, Paypal, который зарегистрирован здесь, на американца, блядь. Я не был ни в долгому, я не знаю почему, я не знаю почему, я не знаю почему, за что нахуй? Я не был ни в долгому, я не знаю почему, я не знаю почему, я не знаю почему,